Вы там все подтягиваетесь уже, давайте всех, кого я предупреждала и кого не предупреждала, подползайте, подползайте. Ща будем стримить одну восхитительную игру, старую-старую, 92-го года, если я правильно всё запомнила. А это у нас Легенда Киранди, книга 1. Так, игру запускаем. И погнали! Игра запускается. Текст! Привет, сплит! Ха, ещё раз! О! 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 Пошла игрушенька! Я не буду пока это скипать заставку, потому что сейчас должны показать вступление, сюжетец. Правда, он будет на английском. Вот, это единственный косяк. О, всё, игра началась. Кипарик. О! 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 Э! Он уничтожил его богу и увидел его гем. Встречащийся на Мистик, Малком был held 18 лет. Но теперь, Мистик's spell уничтожил. И Венчащий Малком продолжает свободный рейн. что случилось у меня игра повисла они не повисла о я кажись это зря нажала кнопочку мне что-то произошло минутку что-то что-то случилось внезапно простите так иногда бывают блин где тут странно эти кнопки должны работать как все улетел ну работой да слушайте сорянба придется по новой заставку смотреть я короче не нечаянно нажала на клавиатуре кнопочку у меня все улетело ничего страшного здесь не так уж много прошло в принципе я могу сегодня все три часа стримить только эту заставку а пока она идет это такое вся это try content я вроде не сильно ее ой не try content просто короче ну вы помните это сейчас все будет меня не забрызгала по чуть-чуть буду так да привет тимана привет крипя привет а что это Я не буду озвучивать то, что тут уже и так озвучено. Ваше здоровье, Господа. Ваше здоровье, Господа. Сабы не забыли. Их здесь просто в настройках надо включить. А в настройки нельзя зайти, пока не начнешь игру. А если я нажму кнопку начать игру, то мы пропустим заставку. Вот. Не доделалось. Не додумали. Что-то, по-моему, тиховато. Надо сейчас это... Ща... Ребятки, я тут прибавлю маленько игру, да? Игру. Вот. А себе я бы прям... Чихо, не пугай меня так. А, игру растянуть нельзя. Это все, на что вы способны, да? Вообще замечательно. На стриме норм? А, замечательно. В общем, смотрите, какая тут фишка. Злобный клоун, подданный, там, 30-го царства, психанул и пошел в крестовый поход по очищению и уничтожению Керандии. Собственно, мы играем за такого туповатого принца Брэндона, который должен вернуть Керандию к жизни. Ну и по возможности остановить Малкрема, а возможно все это совместить вместе. Привет, Станислав. Твич! Привет, Твич! Привет, Станислав. Сейчас, давайте, короче... Блин, у меня все время в то это... Левая рука хочет лечь на клаву, чтобы там что-то сделать. Нет, игра исключительно и только мышкой. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Во-первых, мы ставим сразу быструю ходьбу и мы... Кстати, вот, да, ребят, у меня вопрос. Оставить голос вместе с текстом или оставить только текст и мне озвучивать персонажей? Ну, по мере своих скромных возможностей. А, банки пива. Ну да, можно было бы прикрутить. Точняк. Озвучивать. Хорошо. Будем озвучивать. Сразу же делаем на всякий случай сове. Сове. Раз. И сохраняем. Так, ну-ка. Дедушка, ты меня слышишь? Дедушка! Дедушка нас слышать не может. Хотя, может быть, может, но видеть он нас может точно. Малком сказал, что я оставлю живыми твои глаза, чтобы ты мог видеть все, что я делаю. Батя в здании. Здравствуй, Батя. Мы берем гранат, берем... Я актер, я закончила курс актерского мастерства. Можно ли что-то сделать с камнями? Камни. А, нет, надо было сказать. Куча камней. Почему я продолжаю трогать их? Мне, знаете, реально хочется этого персонажа озвучивать как, ну, не шибко интеллектуально одаренного. Вообще, нельзя это слово на стриме произносить. Я же не хочу, чтобы меня забанили, правда? Так, 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 так. А, вот записка. Самое главное не забыть. Записька. Почитаем запиську. И тут ничего нет, только имя Брин. Пойду-ка я лучше в храм. Он услышал про какую-то бабу и сразу решил принять монашество, постричься и уйти в монастырь. Да, Брин должна знать, что делать. Положи ты записку уже, пожалуйста. Спасибо. Дебил! Два дебила, это сила. И вот очень нужная вещь лежит под столом, которая очень часто не встречалась в ранних пиратских версиях, из-за чего игра становилась непроходимой. Пила. Дедушкина пила. Которую мы успешно пихаем к себе в карман. Теперь у нас штаны будут немножко топорщиться, но пусть девушки думают, что я просто рад их видеть. А, тут еще вот. Брэндон. Что? О, скипать же надо. Кто это сказал? Это ты, Брэндон, внук Аллока. Да, я. А ты кто? Мы из иного королевства. Мы говорим от имени Земли. С чего бы Земля говорить со мной? Мы убираем, Брэндон. Злобные магические чары нарушили равновесие в природе. Надо быстрее говорить, потому что я не успела. Но разве вы не можете применить вашу магию? Блин, зло существует лишь в королевстве людей. Земля же не ведает зла. Поэтому нет и защиты от него. Но откуда взялась эта напасть? Волшебный камень Кироцвет, символ договора между нашими королевствами, был испорчен. Теперь он больше не может защищать нас. Я не могу скорость подобрать. Ты, Брэндон, должен встать на нашу защиту. Что? Почему я? Ты был избран внук Аллока. Аллока. Ужас. Твоя судьба была предопределена еще до твоего рождения. Но я даже не знаю, с чего начать. Пусть твоя вера ведет тебя, Брэндон. Приготовься отправиться в путь. Так что Брэндон грибок, по-моему, обозрался. Подождите, а как же насчет? Что случилось с моим дедушкой? Кстати, да, Брэндон здесь частенько будет ходить и всех персонажей, особенно женских, спрашивать, как насчет? И на этом фраза обрывается. Я не успеваю под текст подстраиваться. Он почему-то сам скачет. Когда я по окончанию ремлик... А, г-г-г-г-г-зоотвест. Про трех дебилов поговорки. Я не помню, можно сделать. С чуваком, говорит, дерево. Это с точкой препарата. Да, во, во, сплиц. Я согласна. Короче, ребят, играю я исключительно по памяти. В гайды мы лазить не будем. Первый затык у меня случился вот на первом... Ну, на втором уже, считай, экране. Я не знала, что делать. Я обтыкала все вот эти вот... Каждый пиксель, каждую херовинку. Брэндон просто что-то говорит. Вот, например, из моей старой песочницы получилась отличная кадушка для цветов. А оказывается, надо было нажать... Вот даже, причем, указатель не меняется. Надо было нажать вот на этот краешек. Вуаля! Лифт! Работает. Лифт! Такс. Я еще разок проверяю. Вроде скорость текста управляемая, но почему у меня самовоспроизводился вот этот диалог дерево и Брэндона... Брэндона и дерево! Что случилось? Это Ива выглядит наполовину мертвой. Кэп, я не буду гаггать. Ладно, это вообще по-идиотски. Что это? Большая вмятина? Ну, повторяется. Ладно. Тащила... Кэш, это щет, щет, щет. С обрыва прыгать я тоже не буду. Кстати, сейв, потому что я не хочу, если что, слушать по-новый диалог с этим деревом. Это окно выглядит великолепно, когда ночью в храме горят свечи. Приветствую, Брэндон. Брин, с дедушкой случилась беда. Что случилось, Брэндон? Беда случилась. Он был обращен в камень. Я нашел записку на его верстаке. А, кстати, я же записку не почитала. На ней написано твое имя. И больше ничего. Могу я взглянуть на записку? Это заколдованное послание. Я сниму чары. Ну, как-то так. Брэндон, тебе следует это прочесть. Дорогая Брин, Малькольм сбежал. Скоро он придет за мной. Пожалуйста, помоги Брэндону получить амулет. Свои заклинания начни с лавандовой розы. Дарм и Занция должны помочь. Будь осторожна. Он никого из нас не оставит в покое. Каллок. Амулет? Лавандовая роза? Что это значит? Если Малькольм сбежал, он использует свою черную магию для уничтожения Керандии. А может ли твоя магия остановить его? Чтобы сравнять силы с Малькольмом, понадобится собрать воедино все возможное. А как же быть с дедушкой? Прости, Брэндон. Благородного Каллока можно спасти, лишь победив Малькольма. А что мы можем сделать? Мы не так уж и беспомощны. Найди для меня лавандовую розу. И я создам заклинание, чтобы помочь тебе. А что насчет... Торопись, Брэндон. С каждой уходящей минутой наши силы слабеют. Ну и скользкий же тут пол. Простите. А, Леха! Лешенька, привет! Здравствуй! Пусть Лифчик снимет хрен с этими чарами. Торопись-ка, Брэндон. Ой, прости. Я думала, это плевательница. Классно. Пришел к девушке в храм, харкнул в эту, в курильницу. Думал, сказал, что думал, это плевательница. Так, ладно. Мы идем искать лавандовую розу. Кстати, здесь немножечко другой вперед. Она хочет, чтобы я нарвал цветов. Дедушка превратился в камень. Она хочет цветов! Ему нужна помощь, а не сочувствие. Ааа, я не могу с этой игры. Какая же она классная. Интересно, болезнь дерева не рук ли, Малькольма, дело? Ладно, мы еще не все экраны обшарили. Не переживай. Так, здесь путь у нас только вперед. Озеро печали. Есть пила. Почему бы не отпилить дерево? Все ненужное. Его оживлять надо, а не отпиливать. Шишты. Готов поспорить? Я смогу поймать слезу? Скажи спасибо, это не кислотный дождь. О, есть одна. А нам больше, в принципе, и не надо. Заодно прогуляемся чуть подальше. Исследуем... О, исследуем окрестности. Здесь происходит что-то странное. Почему в моем парке листья, опавшие листья с деревьев не превращаются в... О, это оливин. Я думала, это изумруд. Ну, короче, хоть в какие-нибудь драгоценности они превращаются. Вот так здорово. Так, два хода. Ну, ладно, все, будем по краешку теперь ходить. Дупло. По-моему, оно пустое. А, да, с дуплом он вообще не хочет взаимодействовать. Значит, зачем тогда вот этот экран, я не помню. Ну, ладно, все это будем вспоминать по ходу действия. Значит, нам вперед. Че? Мари-пицца! А вот и роза. Сейчас мы девушке розочку подарим. Бедная девушка. Она еле-еле с трудом с таким... Выпросила у тебя цветочек. Так, здесь чего-то не хватает. Он сломан. Раньше этот алтарь светился магией. Буквально звучал в магии. Вот еще камешек лежит. Аметист. Кстати, из аметиста и розы во второй кирандии получается хорошее такое наваристое зелье. А, Марио плюс... Конечно, мне в лом думать. Я под пивом вообще думать не умею. А уж в квестах и тем более. Ты зачем? Серьезно, вам это разве надо? В принципе, первая часть вот этого леса, она довольно легко проходится. Интуитивно здесь все понятно. То есть, пойди туда, принеси вот это, верни мне это, засунь это взад и получишь розу. Вот, например... Фу, оттуда сочится что-то липкое. А что это ты такой брезгливый? А, да, ты же у нас принц. Вот прекрасно, например, видно, что слеза как раз форма вот этой вот колдоебины в дереве. Простите. Эй! Слеза подходит! Такая оружие будет прикольное. Ого! Я вылечил Иву! Это потрясающе, Брэндон! Хочешь поиграть? Поиграй со мной. Я покажу тебе шарик, который я нашел. Прости, Мерит, мне сейчас не до игр. Но дай мне посмотреть этот шарик. Если он тебе нужен, сначала поймай меня. Противный. Класс, я не тащусь просто. Привет, Гектор. Пещеру... Нет, до пещеры мы еще не доходили. Мы побежали... Мы побежали ловить противного. Ну как побежали? По мере его возможностей, конечно. Ты можешь передвигаться быстрее? Я не гонюсь за тобой, Мерит. Ну конечно, что я делаю-то по-вашему? Я вообще с тобой не играю. Сюда, Капуша! Я не гонюсь за тобой. Я просто гуляю по лесу. Дышу свежим воздухом. Говорит, что не гоняешься за мной, а сам прямо по пятам идешь. Ну, Брэндон даже уже ничего не ответит. Устал, наверное. А вот теперь надо этого Мерита искать. Ну, я помню, где он там ныкается. Думает, я подкрадусь с другой стороны, да? Тихо сзади подошел. Пацан упал и шарик потерял. Очень смешно, Брэндон! Можешь забрать свой шарик. Я с тобой больше не играю! Спасибо, Мерит. Чё-чё... А! Это чё, парик и бейсболка? А чё, косплеем? Не знаю! Чё-нибудь! Лешенька тоже сам ничего не понял. Так, у нас два Лешеньки, которые ничего не поняли. Кипарь зачетный! Я четкий кипарик! Мы наконец дойдем до нашей бабоньки, чтобы ей розу вручить, которую она так долго клянчила у недалекого пацана альтернативно дарю. Собрались, Лешеньки! Ты принес мне розу, Брэндон? А, не-не-не-не, не так, не так, надо было... Ты принес мне розу, Брэндон? Брэндон, пожалуйста, принеси мне розу! Вот, чёткая баба даёт чёткие инструкции, хочет розу, попросила по-нормальному, не надо всех этих намёков на розу! Очень хорошо, Брэндон! Используй лавандовую розу правильно, и королевский амулет будет твой! Амулет? В своё время он позволит тебе овладеть великой силой! Рожи так вытягиваются у Брэндона... Ого! Это мне! Чтобы получить амулет, ты должен положить эту розу на серебряный алтарь. Затем ты должен найти Дарма, он живёт в туманном лесу. Он сможет помочь тебе. Удачи, Брэндон, и будь осторожен! Да, это я помню. Больше ты не спросишь, а как насчёт... Я ж тебе цветочек принёс! Амулет? Какой ещё амулет? О чём эта баба? Какой? Чё? Что? Походу, стемнёт. А если хочешь борщи, то подари блестяшку. Не хорошо. В сравнении, в общем, до конца. Чтобы получить амулет... Так, муле... Ой, алтарь был здесь И теперь алтарик надо починить Надо же! Тютелька в тютельку! Теперь полный порядок Так, ну и нам сказали розу на алтарь, тыры-пыры Музыка, как из этого Кто хочет стать миллионером? Ух ты! Это, похоже, и есть тот самый амулет Эй, да это совсем просто Я не помню, надо ли еще с собой розу таскать Чтобы получить минет, надо подарить девушке Мерседес Фига запрос у девушек А, ну... Ой, ой Кстати, а больше ничего ведь не появится? Иногда бывает такое, что на некоторых экранах рандомно появляются некоторые предметы Это или не рандомно Или это после определенного события Так, что мне там надо было сделать? Эээ... А, амулет... Амулет появился, а дальше что надо делать? Про борщи не будешь... Тут у нас тут цветочков нету А, вот, да, сейчас пещера будет Сейчас я вам покажу То, чем мне эти игры полюбились Вся вот эта серия игр Сейчас будет общаться два альтернативно одаренных чувака Это была не моя вина Ну, давай мы с тобой пообщаемся Похоже, мост сломан, Герман А? Почему бы тебе не починить его? Конечно, но я не знаю, как Я хотел заменить сломанные доски Но ты знаешь, как летит время Надеюсь, никто из важных персон не пытался уже пройти по нему А то я мог бы потерять работу Да ты что, не можешь раздобыть несколько новых досок и веревку? Я могу достать новую веревку Вот только нужно напилить новых досок Но у меня нет ничего, чем их можно выпилить Сам выпилься Я посмотрю, что можно придумать Блин, диалоги Брэндона только отщелкиваются А эти... Рука опять к эскейпу тянется, чтобы опции вызвать Ага, как обычно Все как обычно Столько досок на работе В общем, на самом деле, можно мост совершенно спокойно перейти Без всяких досок, без веревок И в общем... Была не была Алло, иди А, тебе надо обязательно на веревку нажать, да Ты знаешь, Герман Я считаю, что смогу перейти Может, лучше не надо, Брэндон? Все, что осталось, это вот эта тонкая веревка И даже она на вид не очень прочная Ерунда Уж не намекаешь ли ты, что я неуклюжий? Я очень ловкий, Герман Я здесь за все отвечаю И если с тобой что-нибудь случится, то во всем обвинят меня Хм... Я попробую, Герман Ну, погоди Хотя бы дай я стану поближе на случай, если ты сорвешься Я пошел О, нет Вот теперь меня заставят... Вот меня точно заставят чинить мост. Покойся с миром, Брэндон. Обожаю эту игру. О, он меня даже спрашивает, нашла ли я что-нибудь. Нашёл ли я что-нибудь, чтобы починить этот мост? Да, ему совершенно пофиг. Его работать заставят, понимаешь? Он, мне кажется, это... У него русские корни какие-то. Ладно. Вот, собственно, в этом месте и становилась игра непроходимой для тех, у кого была старая пиратская версия. Поскольку не было пилы, и чуваку нельзя было её отдать. Это довольно старая пила. Это единственный музыкальный инструмент, на котором умеет играть мой дедушка. Шутки про дедушек. А, отчёлкивать. О, да. Хорошо, я попытаюсь выпилить несколько новых досок. Спасибо, Герман. К ноге, Герман. Надеюсь, он не отпилит себе ногу. Гекман, думаешь, Гекман? Вон он уже, видишь, активно взялся дерево пилить. Прямо сменим экран. Любослав. Так, всё, дерево спилил довольно быстро. Я буквально вот шаг назад, шаг вперёд, точнее, наоборот, шаг вперёд, шаг назад и сразу... Эй, ты починил мост, Герман. Теперь он полностью безопасен. О, да. Вот теперь видно, что над ним как следует поработали. Спасибо, Брэндон. Ну, и где же моя пила? Запомните этот момент, ребят. Ну, это... Я не знал, что тебе она ещё понадобится. Но я немедленно пойду её искать. Мне кажется, он проводит слишком много времени в этой пещере. Хотела бы я встретиться с этим Малькольмом. Блин, мне так непривычно Малькольм говорить. Насколько он силён на самом деле? Так, дорога только вперёд, получается. Блин, рука, рука, перестань тянуться. Кнопки эскейпа. Вот, типа, что-то она за... Спилил многолетний ствол ножовкой. Да, причём ещё старый, ржавый. ГГ ходил, деревья восстанавливал. Ну, ты помнишь, короче... А, ты же заставку не видел. Там деревья всё равно все исчезают, одни за другим. Одним больше, одним меньше, во имя спасения всей страны. Эту игру делали люди, которые ножовку в руках не держали никогда. Никого не уделяют фонтанеры, допустим, с фамилией... Да-да-да-да... Да. Ещё одна большая вывеска, но нет входной двери. Здрасте, а это что ж, по-твоему? Стоило бы посадить один из них у нас во дворе. Ну, здесь можно взаимодействовать с разными... Осматривать, точнее, разные штуки. Заходим в дом. Хотят они аутентичности понимать. Э! Это салат. Подожди, а чё мы в дом-то не заходим? Алё. Во! Здравствуйте! Есть кто-нибудь дома? Видите, ножи здесь внутри. Дарм! Брэнди Вайн! Чё так орать-то с порога? О, листочки. Листочки мы... А, мы не берём листочки, да? Здесь ничего нельзя. Ну, давай общаться будем. Большая вывеска не входной двери. Дарм, ты проснулся? Чем я могу помочь? Он пришёл... А! О! Сарямба! Я перепутала! Эта дракониха сказала, чем я могу помочь, а старикам теперь... Говорит, что это типа к нему пожаловали гости. Это Брэндон Пиампинь, ты старый. Ты его знаешь. Ну, калока. Он пытается побороть Малкольма. Я так и понял. Итак, Брэнсон, ты танцор? Это странно. Мне нужно перо. Нужно что? Музочка такая пиратская. Стопка бумаги у него лежит уже несколько лет. Возможно, это кризис вдохновил его. Говоришь, я разбрасываю бумагу вокруг, чтобы прикинуться занятым... Самозанятым. Скажи! Ты можешь почистить дракону зубы? У тебя изо рта пахнет кошками! Это не вопрос, кстати, это утверждение. Может, я не права, что еще не ем рыцарей? Фу, только пот и мускулы. О, да, она феминистка. Да и обчистить не так-то легко. Так можешь ты мне помочь или как? Брэн думает, что да. Не прекратить ли тебе танцевать крэмдом и принести то, что я просил? А, он перо попросил. Точно, точно. Ладно, больше от этих придурков ничего не дождешься. И не добьешься. И надо идти искать перо. Дармаяц. Насрались гречки. Дарм с немецкой кишка. А, то, что цветочки. Ну, я что-то... В смысле, почему же сон? А, из-за кипарика. Вот, еще камешек валяется. Сапфир. Блин, у меня уже такая нехилая коллекция. А вот этот изумрудик вытащить нельзя, к сожалению. Закреплен там на совесть. Так, вот рука, хватит туда тянуться. И теперь у нас есть целых три дороги. И я по привычке шагаю влево. Будем оттуда изучать. Он великолепен. Очередной алтарь. Отличная работа. Очень профессионально. Золотое блюдо. Так вот, почему цветочки, собственно, в рамочке? Потому что икра, смотрите, какая она яркая, красочная, фэнтезийная, вся такая. Ну, блин, не кровью и кишками же мне украшать. Так. А вот это я... Ну-ка. Разве они обычно не падают, когда созревают? А, нет, здесь все нормально. Опасно! Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих, мы не будем ходить куда опасно. В общем, с этого дерева пока ничего рвать нельзя. Вот вообще нельзя. Я потом покажу, почему нельзя. Но сейчас я буду идти и дальше искать. Собираться вот этим собирательством, подбирательством. Сосновая шишка у него в кармане. Хиппи обмазанная. А, кто-то хиппи, кто-то... Ну ладно. Ой, что-то и там обрыв, и тут обрыв. И снизу дно, и сверху дно. Кругом темно. Думаю, я поторопился. К чему он это говорит, вообще непонятно. Я бы не хотела увидеть суслика, который вырыл эту нору. Оно должно быть размером не меньше собаки. С виду глубоко. Так, на этом всё. Мне нужно найти вот что-то третье. Шишка, жёлудь и орех, по-моему. У меня чё? Жёлудь и шишка. Мне нужен орех. Короче, сначала всё по периметру обойду. Пощу, 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 арешк. И зачем мне идти в пещеру вроде этой? А-а-а! Ой-ой-ой, сейф, 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 сейф. Снизу дно, и сверху дно, кругом темно. Это из Тодда текст. А вот сейчас тут вылезет наш старый знакомый. Это что ещё за чертовщина? Итак, ты есть тот герой, которого чего-то там я не успела дочитать? Неужели не нашлось никого получше? Я дурацкий голос выбрал, да? Ты поверил в ложь, Брим? Может, твоя мамочка тебе поможет? Моя мать умерла, сэр, но ваша мать точно жива. Не иначе, иначе. Именно она подбирает вам гардеробчик. Осторожнее, парень, не оскорбляй человека с ножами. Пожалуйста, отойдите, меня надо в пещеру. Берегись, молокосос, рука ведь может задрожать, я нож могу не удержать. Не беспокойтесь, сэр, вы промазали. Как он убежливает. Я никогда не промахиваюсь, если не хочу этого. Надо ответочку ему. Я должен вернуть вам ваш кинжал, сэр. Теперь я тебя покидаю, не буду тебя огорчать. Но завтра уже могу не так уж мило ворчать. Что там было-то? Вот это было страшно. Из какого он цирка? На самом деле, если не схватить кинжал и не кинуть его в обратку, то второй кинжал летит уже прямо в Брэндона и... Всё. Того. С живым драконом не зассал, говорите, в пещеру боится. Странный чел. Да. Нету пиксельного затемнения в штанах. Так, так. Да, здесь только один путь. Только мимо этой пещеры. Поэтому продолжаем исследовать локацию, но туда, в принципе, уже больше можно не возвращаться. Где этот грёбанный... Жёлыч. Ой, орех. Мои штанишки отвезли. Ох, я бы хотел присесть. А, ну да, мы столько бегали. Но он развалился на всю скамейку. Давай поболтаем. Хээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ну, так, мы поняли. Я занят. Отстань. Твое барботание меня отвлекает. Пожалуйста, отстань и уходи. Мне нужно перо, сэр. Не подскажете, где его раздобыть? Для чего? Дарм просит его. Я подбираю магические силы для борьбы с Майлкольмом. Я знаю о Майлкольме. Он распугал всех птиц. Осталась одна певчая птица, но она ранена и не может петь. Больно слышать это, но мне по-прежнему нужно перо. Что посеешь, то пожрёшь. И всё. На этом дедок, кажется, немножечко откипает. Да. С чашей тут, по-моему, взаимодействовать нельзя. Точно. Майкл Макдауэль. Возможно. Макалей Калкин. Точно. Микола Калкин. Эй! Есть кто-нибудь внизу? Верёвку ты возьмёшь? Нет. Интересно, моя зелёная шляпа всё ещё там? Где, блин, орех? Интересно, здесь под землёй живут рыбы? Под землёй? Сильное течение для такого маленького родника. Этот большой камень на дне выглядит прелестно. А! А я не могу его взять, что ли? Этот камень. Вот я помню, что очень надолго зависло, ну, вообще застряло в этом квесте. Нужно было найти какой-то определённый камень. И, оказывается, надо было вот тыкнуть куда-то вот точненько-точненько сюда. Вот в этот пиксель сраный. Потому что чуть левее, чуть ниже, он сразу уже другую фразу пишет. Типа он этого камня уже не видит. Прекрасный тюльпан. Я не знаю, зачем я сорвала. Мне, по-моему, вообще даже не нужен сейчас. Что насеришь, то уберёшь. Но мне по-прежнему нужен орех. О! О! Орех! Один орех, наверное, в этом году плохой урожай. Знаете, я пока тюльпанчик скину. Что-то мне подсказывает, что он не нужен. Эта птица явно ранена. Кажется, её крыло вывихнуто. Ну и всё, и теперь она только пищит, если на неё тыкать. Надо идти, искать способ и лечить птицу. И вернулись к этому распутью, распять. Вот, у меня теперь есть три. Дай цветок понюхать, может, отпустит. Как ты мне орех? Вот он, грецкий орехский в руках. Так, теперь я начинаю блуждать, но, по-моему, здесь вниз надо. Да, вот она, дырка. И сейчас мы туда понакидаем всякого. Причём туда кинуть можно. Смотрите, по-моему, всё что угодно. А, нет, не всё что угодно. Ну ладно, погорячилось. Мне казалось, что туда всё что угодно падает. И только три предмета действуют. Это орешек. Неподходящее место для посадок, посадок, рассадок. О, это я сделал? Теперь берём жёлудь. Может, мне надо было замочить эти семена перед посадкой? А, вот что он говорил. Про замочку. Что-то там замочить надо было. Ого! И теперь большая шишка пошла вот в эту дырку. Покатилась! Крикнул Брэндом. Интересно, какое удобрение? Чё-то там я не успела дочитать. Как обычно. Эй, что-то происходит. О, это я сделал. Доброе утро. Привет, ты ореховое дерево или что? Если хочешь знать, я псевдокусти и пышноцветный. У тебя, случайно, нет какого-нибудь удобрения? Или пары старых рыбёшек? Я очень хочу кушать. Прости. Ничего страшного. Я сейчас пущу свои корни. Эй, корни, просыпайтесь. Пришло время поработать. А то я тут просто помираю с голоду. А ты мне в ответ разве ничего не дашь? Согласно с псевдокустовым руководством, я должен поблагодарить тебя за возвращение к жизни мёртвой лесной поляны и выразить нашу благодарность. И так далее, и тому подобное. И в знак признательности я сейчас посыплю тебя пыльцой. Ну, ещё раз, несколько раз. Ты попал мне прямо в нос. Я чувствую себя как-то по-другому. Я стал теперь сильнее или что? Полагаю, это ты выяснишь сам. Я своё дело сделала, и если возражений нет, то я вернусь к своим делам. Давайте, корешки, приступим! Ну всё, теперь он там начал со своими корешками общаться. А мы покидаем псевдокустей. О, и смотрите сразу, сколько камней стало валяться, совершенно бесхозных и ненужных в этом лесу. Желудем бросай, чтобы наверняка ошибку руками не мацать. Всё, закусти, пышно, всё. Да-да-да-да, там замечательно перевели. Но у меня, оказывается, всё-таки не мой старый привычный перевод, а какой-то другой. Потому что тут немножко изменены названия всяких там, там вот. Названия всяких названий, всяких предметов, в общем-то. Такс. Господи, а камни на деревьях... Нет, они не растут на деревьях... А, да, там на одном дереве точно камни же растут. А ты глазастый, отец! Собственно, тут я всё ещё помню, что нужно делать, поэтому без страха и упрёка мы чешем к опасному дереву. Делаем сейф, и я сейчас показываю, почему нельзя было изначально рубины рвать. При попытке сорвать рубин с дерева вылезает змея и кусает. Ай! Ой! Эта змея укусила меня! И, как вы видите, герой просто весь зеленеет. Но зато теперь можно сорвать рубин. Я чувствую себя плохо. Эта змея наверняка ядовитая. Ну, некоторое время герой ещё ходит, а теперь яд! Я не могу дышать! И снова покойся с миром, Брэндон. Тоже совершенно позеленело превращается в Шрека. Нифига не в Шрека. Он просто позеленел и превращается в труп. поэтому снова рвём рубин давай бери я на всякий случай возьму два мышка отлипни и вот это вот желтая желтый камень на амулете это оказывается у нас смотрите исцеление невероятно действие яда прошло все теперь нам опасное дерево не опасно и можно идти куда куда идти а дальше я кстати не помню делать надо а птицу лечить точно точно мы же вылечили себя мы теперь будем лечить птичку для этого надо подождать когда восстановится амулетик у него тоже есть cool down определенный там минуту что ли что-то такое когда этого догадаться как понимаешь когда тебя кусают и у тебя вот в инвентаре только то что ты видишь да вот несколько камешков роза и записка твоего старого дедушки ну и собственно какой-то желтый камень на амулете надо тыкать все подряд что-нибудь да поможет но вода отец правильно писал надо по всем кнопкам так восстановилась и давайте лечим птицу теперь если я вылечу ее крыло даст она мне перо или нет дала прям специально такая поднатужилась и свое одно перышко скинула так все берем перо я даже не знаю чего выкинуть тут все нужно на самом деле надеюсь это сойдет как перо а теперь можно прям в руке его таскать с собой кому там надо было перо а дедку старому который с драконом там тусит я не знаю наверно надо писаться и отдать ему перо а у тебя мое перо и зачем оно мне ты мастер свитков напиши пером свиток чтобы помочь ему в его задании конечно тебе нужен волшебный свиток для волшебников без магии у вас все же есть у вас все же кое-что еще осталось мальком становится все сильнее и скоро наши заклинания перестанут работать вот возьми свиток и используя его позже беру беру свиток хорошо у тебя есть свиток теперь тебе нужен другой инструмент другой инструмент он должен найти свои камни соответствующие времени года вода запоминать времени брода ты имела ввиду камни времён года временам года соответствуют свои камни положи эти камни по порядку на блюдо или что-то в этом роде. А какого времени года мои камни? И что за блюдо такое? Сначала идет лето! Вроде бы я спрятал его где-то неподалеку. Это все, что я могу вспомнить. Я собрал все твои камни, но мое заклинание не получилось. Так что выбирай нужный из того, что лежит вокруг. Так, теперь у меня свиток внезапно оказался в руке. Обезьянь и остров? Нет, не планирую. А! Чаша! Вниз и вот тут чаша будет. Наша чаша. Вот теперь можно скидывать камни. Пусть они тут валяются. Так, он сказал, что сначала идет этот... Как его? Бля! Сначала лето. Знаете, что я возьму тетрадочку, пожалуй. Мне сейчас это надо будет записать. Вот. Вот. тут можно прям на землю выкладывать предметы да да есть такая фишка можно довольно много всякого накидать так на тетрадки сплит ты не поверишь я тут себе я короче подготовилась и зарисовала схему пещеры в которую сейчас пойдем ну скоро точнее пойдем лабиринт лабиринт пташечка вот примерно такой так лето лето какой камень соответствует лету во первых лето что там у нас потом осень зима и последний камень сейчас будем угадывать какие к чему скоро картины придавайте первый камень что может соответствует лету это явно не алмаз вот рубин точно должен пригодиться потому что мы его с таким трудом добыли возможно сапфир еще понадобится как на зима например нежели пойти в поход мне быть картографом а что самому лень что ли а вот по моему только теперь можно будет из этого ручейка кстати где этот ручейок у нас не здесь деда старого вообще оказывается трогать не надо я некоторое время все пыталась дотошно к нему докопаться мол не просто так персонаж нарисован и сидит нет оказалось реально просто так вот и после того как запустился квест с этим летом короче с сожжением с применением чаши только теперь я смогла взять камень он так прекрасен он солнечный он и есть лето у меня тоже топографический кретинизм так что со мной будет весело в походе такс 3 камней какой-то должен быть и возможно кстати придется сбегать какая связь между чашей и речкой смотри пока низ не сработал скрипт с чашей то есть вот мы были в доме у волшебника и драконихи волшебник сказал что там что-то нужно взять используя чашу в чашу нужно кинуть камни соответствующие временам года сначала идет лето то есть надо сначала найти камень который соответствует лету до этого всего догадаться очень трудно просто ты ходишь и твичишь всем подряд на все подряд при открывает пир и я вот так по логике вещей самые трудно добываемые камни мне кажется вход и должны пойти но то есть это рубин солнечный камень и вот и что-то короче еще из это должно быть сейчас разберемся в общем первым сжигаем солнечный камень поскольку он должен соответствует лету вот все верно видишь активировался первый значок здорово чего же здесь сложного делаю сейф и сейчас будем дальше просто методом перебора осень какой камень может соответствовать осени ну рубин наверно багряна листья неправильно ошибка это не осень и просто перебираем все дальше осенний камень замечательно может аметист нет неправильно красная а я сожгла уже рубин красно а может гранат тогда второй красный тоже неправильно видишь осень не один из этих камней не осень я думаю что все-таки дело в цвете поэтому загружаю все что у нас здесь осталось и идем дальше по всем предыдущим локациям искать камни потому что они теперь будут появляться здесь ну в хаотичном порядке разбросанные по всем экранам можно санки бросить осень же хватит их таскать америкосов хер пойми что то что это а аквамарин кстати возможно это возможно это зима можно бросить палку так гранат у нас уже есть я за вторым я не буду 2 опалу то есть если сжечь камень и потом заселиться да да нет а нет гектор на самом деле не запорол камень потом все равно где-то на какой-то локации появится ты еще пойди его и найди так а ливен у меня там уже был насколько я помню респаются да ну крепью вот мы сожгли лето и теперь нам надо жечь осень а чтобы ее жечь надо найти что соответствует осени какой именно камень да я тут не туда забрела ох уж этот дремучий лес я все бреду и бреду не туда ты начинаешь любить эту игру а все это я как обожаю и да здесь есть эта фишка что если ты в одном месте там не подберешь один предметик по-моему вот блуждая по пещерам то в самом финале ты не сможешь пройти дальше потому что без этого предмета прохождение невозможно и все ты запорол начинай все сначала либо если вдруг тебе повезло и у тебя есть сейф жемчужина блин здесь даже жемчужина может брин что-нибудь подскажет добрая играть эй брин я достал амулет я уже даже активировала в нем один камень брин брин она ушла конечно ты одну розочку притащил все квесты такие квесты блин 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 ну что ж нашли три еще три камушка хотя судя по цвету что-то я я бы вот их не ассоциировала с осенью потому что это ну вообще не то доме уже теперь не будет камней его не должно там их быть ну разве что вот этот еще здесь камень нет просто камни белый ходок с голубыми глазами ты ведь тоже обратил какие у него прекрасные ледистые голубые глаза с хрена ли ты должен догадаться что там взять в начале а не надо пропускать все что тебе попадется по дороге понимаешь сплит это такое собирательство ты должен таскать с собой абсолютно все что ты нашел потому что это ну почти во всех квестах все предметы где-то да пригодятся почти во второй киранде например будет несколько предметов которые не нужны от слова совсем они там просто есть сплит не выживала и теперь а кстати да теперь можно попробовать еще эти камешки и если они тоже не подойдут бегать искать дальше так ну что осень осень давай это пробуем опаньки это у нас был что теперь не посмотреть короче это было к в марин так зима наверно жемчужина да не жемчужина да 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 сейвик я сделал гек а затем столько камней чтобы тебе не дали всего четыре камешка а ты бы просто ими жонглировал подбирал порядок и правильность поэтому тебе много камней и вот дальше ты мучаешься чё с ними со всеми делом сапфир давай сейчас попробуем сапфир нет не сапфир у нас зима возможно алмаз ладно грузимся ну конечно вот это все нелогично как я должна была догадаться что у них и осень и зима одного цвета ты не помнишь открыст но отлично я тоже его не помню проходим как умеем даже с нашими лапками аквамарин осень синий где связь он даже не синий он же это бирюзовый попал в руках итак нам осталось определить только весну ну вот теперь это наверное уже будет не по логике да весна не будет зеленая ну конечно значит рубин не зря же я его не зря же я его рвала рубин да я положил последний самоцвет и я выполнил задачу что это флейта берегись малкольм я иду за тобой и у меня теперь есть флейта флейтинг расхитительным ну получается мне все эти камни не нужны пусть они лежат тут остаются слово бирюзовый слышал 2 раза в жизни бирюзовый бирюзовый Уже 5 Да, именно с этой флейтой Мы идём нагибать Старого шутера Это не флейта вроде как Называется Но она Я не знаю как она называется Я помню в фильме Мил мой Мил Ребята играли вот на такой штуке Очень красивая мелодия была Кстати я её когда-то пыталась На протокянчике на своём подобрать На детском, на игрушечном Потому что когда я услышала её первый раз В этом фильме она мне прям запомнилась Я с огромным удовольствием Потом её вспоминала и прокручивала в голове Так, сплошной лёд Пасть дракона И... Кстати я ещё записку не помню А, всё, мы её читали По-моему даже записка не понадобится Я пока не буду её с собой таскать Мне надо идти за мной с кожаной Сопилка О, прикольно Ну вот если Кривобир правильно говорит, что эта штука называется Сопилка То там ребята, дети, исполняли мелодию на этой Сопилке Просто если ты найдёшь в фильме этот кадр, этот момент точнее Мил мой Мил называется фильм Там ещё молоденький, даже не молоденький, а вообще маленький Кристиан Бэйл играет И этот Сэр, как его, который Сэрумана играл Так, в общем, методом перебора всяких огромного количества предметов в своём инвентаре Я поняла, что лёд можно расколоть очень высокой нотой Здорово! Последняя нота разрушила лёд Я не думал, что играю так плохо Эх, парень Всё, ныряем в пещеру И это самое говёное во всей игре место Интересно, Малькон где-то здесь? Да-да, вот она самая, эта пещера Вот эти знаменитые ягоды Как они здесь, кстати, зовутся? А, пламеника Ну, короче, она, по-моему, в оригинале Фаербери была Но в моём переводе, в старом, который у меня в молодости попадался Её не пламеника звали, а как-то так Ну, в смысле, как-то по-другому Другие ягоды, в общем От них, к сожалению, не жопа горит Точнее, к счастью, от них не жопа горит У ягод пламеники есть такое свойство Они гаснут со временем И пока они у тебя в кармане Написано, что в руках Вот ты сунул пламенику в карман Ну, видимо, да, вместо грелки она действует Я покажу, что они делают Видите, она немножко стала темнее Идём дальше Ягодка стала темнее Снова темнее Теперь она совсем практически Ну, то есть она уже не горит Она уже и склевает И смотрите, на следующем экране Она просто сгорает Самая уничтожающаяся ягода После того, как мужик, используя всего лишь ножовку Изготовил подвесной мост Меня, в итоге, уже что-то вряд ли удивит Оу, только этого и не хватало Всё, назад дороги нет Осматриваем местность Похоже на ту, что у дедушки дома А, кстати, да, у него там тоже была чаша с камнями А грузик он даже не хочет осматривать Ясно Причём тоже интересный момент такой Чтобы посмотреть на предмет На который я наведу Он не может с места произносить свою фразу Он сначала отбежит на строго определённое место Вот как сейчас это было Видите, он бежит сначала, а потом говорит Вот эту свою реплику Как он дедушку-то? Почему деду чаша с камнями? Я не знаю Сдуть мне такие вопросы Ай, ребятки, я достаю свою карту Свою зарисовку Ну, на самом деле я всё это сделала для того, чтобы не терять сильно время на стриме Потому что, если я буду сидеть рисовать сейчас Прохождение пещеры у меня займёт Минимум час Минимум Я ещё раз покажу вот это дело Зарисовка пещеры Всего лабиринта Вот так это выглядит Я принес тебе камней Положи в ту чашу Так, чаша весов у меня находится здесь Ща я буду по своей схеме ходить Вот здесь будут ягоды в этой комнате Ягод надо О, нет, стоп, стоп, стоп Стоп, стоп Я выкину флейту И выкину розу Я даже не знаю, нужен ли мне сейчас свиток С о чём делает Ну-ка Меня покрыло инеем Угу По-моему, здесь не понадобится этот свиток Я тебе за картошкой посылала Так, первая пещера с ягодами Пихаем полные карманы На самом деле всего лишь три И я буду делать для пещеры Отдельный слот Ой Ну ладно Он у меня не так, да? Спасите Ладно, так, я здесь У меня сейчас дорога только вверх есть А, нет, стоп Стоп, 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 стоп Я сначала показываю, почему нельзя без ягод заходить Ну всё, Див 90 ударил Разгадили к ламповой Киноман негодный В общем, смотрите, зачем нужны ягоды Мы зашли в следующую пещеру Тёмная, загадочная пещера Нееет! Тихо, тихо, не подвисай Вот С ягодами пламенники можно заходить И их надо обязательно разбрасывать по пещерам Ну, в смысле, просто на пол бросать Чтобы они лежали и освещали тебе Потому что, если ты просто пройдёшь с ягодками куда-нибудь Ну, ты пройдёшь, они там через три экрана у тебя сгорят И ты снова окажешься в полнейшей темноте И назад ты уже просто всё, не вернёшься Я потерялась Я уже забыла, на каком я экране Надо меньше трепаться, короче говоря Так, сейчас я зайду сюда Здесь будет платформа, да? Да Блин, я не могу с собой не смотреть Здесь есть какая-то... А, ну вот, собственный экран так и называется Бездонная пропасть Здесь, наверное, тоже можно подохнуть, да? Если там... Он даже ничего не говорит Он не осматривается Он просто пытается куда-то идти Должен быть какой-то способ перебраться на ту сторону Не, ну он даже идти туда не хочет Так, тем временем ягоды сейчас испортятся Надо взять запас новых Берём ещё Как обычно набиваем полные карманы ягод Хотя можно было всего лишь две взять Так, я сейчас здесь Примерно зайти сюда Кинуть ягодку По-моему, у меня карта не полная А может и полная Нет Так У меня следующая пещера должна быть Вроде как с ягодой Нет? О, да Точнее, всё верно Значит, карта полная А смысл брать больше одной ягодки? Я сейчас покажу смысл брать больше одной ягодки Вот я сейчас тоже сделаю отдельный сейф Для этого дела Вот, ты думаешь, что можно ходить с одной ягодкой, да? Допустим Пошли Зашла в пещеру Дальше мне что делать? Мне нужно здесь выкинуть ягоду Короче, либо я здесь выкидываю эту ягоду Либо я бегаю с ягодой в кармане Но ягода гаснет Можно пройти всего три экрана Поэтому Если я кину здесь ягоду Я останусь без света И в следующую пещеру меня просто сожрут Вот, окей, ладно Идём с ягодами в следующую пещеру Вот мы пришли в следующую Вот мы снова шагаем в следующую Вот уже стало совсем темно И у меня дорога есть только направо Мы шагаем направо Ягода сгорает Всё, труп Ну давай уже, короче, отщёлкивайся А, каждый раз надо по новой-то смотреть Ну ладно Типа ягода лежит, если не портится А, ягода лежит, если то не... Да, она не портится, если просто валяется на полу Но с собой таскать её нельзя А мне тем временем надо пройти Щудыть Бросить ягодку Теперь наверх И взять камешек Смысл блужданий в этих пещерах в том, что нужно найти все камни Чтобы создать... Чтобы поднять противовес И... Ну, и решётка бы поднялась вместе с камнем Очередная ёба-механика Понять-принять Ну, как-то так Теперь можно пройтись снова вверх Тут должна быть просто она, тёмная, загадочная пещера Тут, если видишь, даже освещение меняется в зависимости от степени свежести ягоды И справа ягодка Да Бя-бя-я И снова хапаем три штучки На каждый из последующих экранов Хорошо, что не ты сейчас играешь в жопу, бы горела Теперь надо вправо, вверх и снова вправо Идём Вправо Мне главное теперь это... Ещё самой не забывать перемещать руку на ту... Ну, на ту клеточку, куда я пошла Потому что если я забуду, всё, у меня моментально собьётся ориентир И я буду сидеть уже... Е-е-е-е, чё я? Помогите! Так, сахара... Ой, нет, не на тест Вот сюда сахараночка Вот с этими типами можно, по-моему, общаться, да? Наконец-то ты пришёл А, я опять не могу проскипать Я так долго тебя ждала Я триста лет тебя ждала Ты можешь взять меня с собой? Пожалуйста, не слушай её Она не способна мыслить, ясно? Я рад видеть тебя И хотела бы пойти с тобой, когда ты уйдёшь Мы не можем уйти оба Ну, а я не останусь Я ненавижу это место Я нахожусь здесь дольше Я должна уйти первой Мы пришли вместе Вместе я должен уйти Ты ведь помнишь, я вошла первой Ты дразнил духов сумрака Один из нас должен остаться Здесь навсегда Пока алтарь не завершён Почему бы вам не завершить его вместе? Ведь потом вы оба сможете уйти Мы служим владычице приливов и любви Мы не ремесленники Но ты, в отличие от нас, сможешь сделать это Затем мы все сможем уйти А что нужно сделать? Мы не знаем Мы только знаем, как летать И можем научить тебя Если я что-нибудь придумаю То вернусь Ладно, парень, ты вернёшься Так, а я опять забыла пальчик сместить Надо идти дальше И делать сейф Постоянно Так, что у нас там было? Не надо меня дружно отвлекать И поодиночке меня отвлекать не надо Я просто под пивком натрезвую Можно немного, да? К того Приливы и любви Осенью бирюзовый Так, так, подождите Внизу должен быть камешек У меня написано По крайней мере так Ага Не забываем кидать ягоды Иначе мне хана Ещё разочек Вниз Потом налево А А, не, так нельзя Теперь налево шагаем И вниз Какая у нас занудная вся эта пещера Какая у нас занудная вся эта пещера Капец какой-то Раз, два, три экрана И мне хана, да? Три экрана и мне хана Кажись Раз, окраю Два А, здесь ничего не надо было кидать Брэндон удивляется Брэндон удивляется Как здесь красиво Я уж боялся, что я не выберусь отсюда Это ещё и не выбрался Вот здесь прекрасный пример Пиксель хантинга Потому что здесь нужно подобрать два предмета Первый раз я когда проходила Я только один предмет нашла Вот этот камень А второй предмет я просто не увидела И поскакала дальше И потом очень долго Снова бегала Обшаривала каждую пещерку Чтобы понять Где же я что пропустила Оказалось, я пропустила Манетку Вот эту вот Которая лежала такая вот На полу Это очень хорошо Что она тут Хоть более-менее выделялась Что-то золотое и круглое Да, именно это я и пропустила Так, возвращаемся на предыдущий экран Я понимаю, что её видно Ну, может, я не знаю У меня глаз замылился там Или ещё что-нибудь Так, снова к ягодам Монетка в лодочке А дальше-то мне как пробираться Меня что-то не договаривают Я не вижу, как мне дальше проходить Карта не полная Всё-таки оказалась Ладно, сейчас будем Значит, методом тыка Продолжать Вот я что сейчас и буду делать Так, всё правильно Здесь направо нет пути А здесь чуть больше Чем три экрана То есть я не выживу Там прохода нет Да, возможно, из-за этого и пропустила Ну чё, ладно Попробую внизу пойти Что-ли Ну-ка Экранчик вниз Экранчик вниз И экранчик вниз И сейчас, если справа не будет ягод То я труп А я запишусь тогда На... Вот, на всякий случай Будем на тест писаться Сиськами селип Хана Здесь нет ягод Надо искать другой Путь Значит Ладно Идём в обход Не знаю как Возвращаемся вверх Снова к спасительным ягодкам Так, снизу проверили Попробуем сверху Так, раз Поворот сюда Теперь поворот вниз И, наверное, я сейчас снова Буду сосать Да Да Сосали, Тим Лежачие карты О, ягоды Не портятся А, да Наверное, ты уже это спрашивал Снизу тоже не пройти Сбоку ходов нет Попробуем обойти С другого верха Значит, вот здесь должен был Быть Камешек Здесь должны быть ягоды Отвратительная механика Попробуем пройти Вправо, значит Но где-то же должны быть тут ещё кусты давайте попробуем вниз, и куда теперь, теперь вправо, о, опаньки, вот это не отмечено на карте было, что здесь есть ягодки, прекрасно, ща, ребятки, мне как-то надо на карте-то, шавермус, после полутора часов блуждания, по этим пещерам ты уже начинаешь просто люто ненавидеть эту дурацкую мелодию однотипную повторяющуюся хочется композитора который фрэнк клепаки просто его это что-нибудь короче с ним нехорошее сделать так ой стоп это уже у меня экран вниз был экранчик вниз теперь надо сюда здесь написано должен быть камень есть и вниз должны быть ягоды нафиг я сказала простите вот теперь я в принципе понимаю маршрут которым надо идти сейчас только раз два три экран сюда пойду давай-ка вправо теперь вверх надо а я вверху уже была теперь снова вправо и потом вниз здесь должно быть ягоды так здесь пока что одного хватит судя по карте стены сделаны из изумрудов чуть пораньше они во мне весьма пригодились брехня на самом деле эти не пригодится я вот не помню зачем изумруды нужны точно там какое-то зелье надо будет варить вспомнила я зачем нужны изумруды надо шагать снова вниз потому что вверху у нас темная страшная пещера вниз и вот снова за ягодами красивая пещера красивая пещерка была да а у меня тем временем кончается место в инвентаре теперь надо раз два три стоп а вниз мне как попасть вот мне зачем нужно было ладно мы потом туда еще вернемся сейчас значит схожу за где я вот здесь вот здесь два три 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 и куст с ягодками страшно ходить каждый раз сердечко замирает прям когда заходишь в пещеру а уж когда у тебя в кармане горит ягода так это вообще ягода это чисто изумруд пахнут так что белки мрут кони мрут не важно короче все мрут зелье зелье из изумруд да да вернись в зеленую комнату там хоть и музон небесячий фишечку мне я это у меня указательный у меня вот фишечка я вот им по карте так вот это вожу передвигаю ягода 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 на твой чинк пока не выдохлась а то то ли время быстро идет то ли пиво стремительно заканчивается давай чинк за всех за здоровье всех вашу короче не оно еще не выдохлось камешек взяли погнали обратно я тем временем пальчик то забываю передвигать сейчас запутаюсь просто нафиг а еще чего фигово то что когда я раньше проходила проходила раньше не зарисовывая предварительно карту а рисуя ее самостоятельно ну точнее проходя ее на каждую пещерку изведывая каждую загогулину я хотя бы везде могла карту почему у меня все время на карты тянет я везде ягоды эти разбрасывала то есть уже не страшно зайти в какую-то пещеру и оказаться в темноте а вот сейчас когда я иду по строго определенной схеме я боюсь что просто где-то забыла что-то кинуть и меня сожрут ну это так не важно мне надо попасть мне надо сначала себе маршрут сейчас быстренько проложить я думаю пока что идем влево до ближайшего куста ягод и вот это я шагнула влево стопе стопе господи это блин пусть светлее будет в этой пещере пусть светлее будет в этой пещере и теперь должен быть кустик ага все верно а если их кстати съесть ну-ка хавей ну вот они почти полностью погасли а есть их не хочешь да марик не хочет интересно я даже на зоне такого никогда не слышала а что это дзыкнуло и у кого не знаю проверяем маршрут дальше мне короче нужно добраться аж вот сюда а для этого мне надо попасть вот сюда ага нет не ага сейчас вниз влево вниз шагаем вниз влево вниз запасаемся ягодами на всякие пожарные так вниз влево и вниз так все верно теперь еще нужно шагнуть вниз вправо вниз влево господи а зачем они вообще это придумали они 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 не мытые а поэтому не хочет жрать тихо тихо не сбиваем вниз вправо вниз влево шагаем вниз и слева должен быть снова куст ягод такс правильно а вот дальше у меня опять видимо какой-то пробел на карте потому что без еще одного куста я просто не доскочу пробуем раз два экран я молодец да я не взяла в руку третий этот третью ягодку три а так прекрасно здесь еще оказывается ягоды вниз лево вниз одновременно да типа того вот теперь я должна дойти нормально дойти должна так 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 теперь надо вправо я как будто да действительно какой-то это ход на фаталити ввожу вот вправо а вот это я лошпи ордель за чем не столько серых камней да они все нужны вязать в чем прикол вы помните я себе освободила карманы перед тем как идти собирать камни и сказала что а зачем не свиток не свиток не вообще нахер не нужен вот стопудово свиток не нужен мне сейчас очень грустно этот жар очень сильный но я могу выдержать его без проблем я горю поняли да а камни мне сейчас здесь не нужно складывать потому что камни нужно тащить к противовесу и кидать их в ту чашу и как раз там же я выкинул свой свиток заморозки который мне вот блин вот здесь вот нужен собака страшно я наш воздух закончился привет морти да это был вопрос смерти камни в карманах и защитные карманы в общем да кири а мог бы спросить а то думать то ты умеешь надо было думать громче я увидела так ой главное теперь это вернуть обратно палец на карту а то я сейчас снова тут за бреду в какие-нибудь не в туды куды надо теперь вспоминать свой маршрут будет с собой таскать эти ягодки вверх ягоды есть вверх сказал он у